Важные события из жизни большого города. И вот этот вот мой тесть, Борис Григорьевич, тоже заслуженный летчик. Их уже нет, конечно. Но они много отдали авиации, по 40-50 лет отлетали. Прошло уже много лет, но воспоминания бортинженера Владимира Маныча, кажется, никогда не исчезнуты с памяти. С завода УДК Кузнецов он отдал половину жизни. Отсюда вместе с коллегами, что на фото, он неоднократно поднимался в небо на вертолете Ми-8. Вспоминает, как на площадку частенько приходили местные жители, чтобы посмотреть на эффектный взлет. Немного приподняв машину от земли, экипаж резко спускался к Волге. У воды вертолет выравнивался и уже плавно пролетал над островами. Сегодня вместе с другими жителями города Владимир Николаевич радуется тому, что уникальная достопримечательность Самары – вертолетная площадка – не только сохранена, но и обновлена с учетом пожеланий жителей города. Великолепную площадку сделали. Это городская стала площадкой отдыха. Здесь очень много мероприятий проводится. Детские площадки очень хорошие. Так что шикарно сделали, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Реконструкция смотровой площадки началась в прошлом году. Вначале казалось, что на реализацию грандиозного проекта потребуется много времени, но рабочие вложились в максимально короткие сроки. Здесь появились новые лестницы, ограждения, зоны отдыха для горожан, игровые площадки для детей, редкие деревья и кустарники, шалфей, тысячелистник и хиноцея, а также горные сосны. По словам специалистов, они смогут удерживать склоны. Обновленную вертолетку осмотрела глава города Елена Лапушкина и дала проекту высокую оценку. Благоустройство знакового для города объекта велось при поддержке и контроле губернатора региона Дмитрия Азарова. Дмитрий Игоревич, отдельное спасибо, потому что эта площадка благоустроена за счет практически региональных средств. И он тоже контролировал ход площадки, постоянно интересовался, как идут работы, когда мы завершим работы. И совсем недавно он присутствовал на этой площадке, и мне кажется, ему понравилось. Шикарный вид, шикарный ремонт, реконструкция, приятно здесь находиться, и безумно красивые фотографии, фото. Мне лично очень понравилось. Мне понравилось, что, как сказать, посадили цветы, которые дикорастущие, которые растут в дикой природе. Поэтому здесь ощущение, что ты не в парке, а вот на кусочке природы. Очень красиво. Детям нравится. Я здесь была 10 тому назад, а то и более мы жили здесь. Теперь все, все обустроено. Особенно понравились вот эти вот лесенки, потому что раньше их здесь не было. Насладиться красотой Волги, Жигулевских гор и благоустроенной территории вертолетки приехали и молодожены. Игорь и Наталья Матвеева мужем и женой стали официально. Обновленным видом смотровой площадки ребята были приятно удивлены. Стало намного лучше, намного круче, все очень красиво, все ухожено. Прямо такое ощущение, что даже как будто лес там подредактировали. Вместе с Игорем и Натальей в семейный союз сегодня вступили еще три пары. Глава города Елена Лапушкина поздравила молодых и вручила им памятные подарки от администрации. Ну а завершающим штрихом открытия вертолетки стал запуск в небо белых голубей. Традиция объединяет в себе образ любви, мира и символ нового начала. По легендам белоснежные крылья олицетворяют нежность и гармонию двух любящих сердец. Сделав небольшой круг, птицы отправились домой в свои уютные семейные гнезда, как и счастливые пары, заключившие свой брачный союз в этот день впервые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова